Молодые ученые из Владимирского госуниверситета создали систему автоматического распознавания лиц. Принцип работы прост. Изображение с видеокамеры, установленной в людном месте, сравнивается с фотографией в базе. Программы уже заинтересовались спецслужбой, ведь ее можно использовать при розыске опасных преступников. А недавно ученые получили за свою разработку гранты 200 тысяч рублей на ежегодном областном конкурсе «Умник». Аналогов у системы распознавания лиц масса, но все они работают по зарубежным алгоритмам, а госструктуры закрытым кодом программ не доверяют. Поэтому владимирские ученые решили сделать продукт от и до своими руками, вернее головой. Человек входит в зону контроля, камера фокусируется на его лице, снимок попадает в базу, затем программа описывает изображение набором чисел и сравнивает его с эталоном. На одном из снимков мы видим изображение, которое было только что зафиксировано, на другое то, которое мы внесли в базу в качестве эталона. Здесь также мы видим степень различия между этими изображениями и время распознавания, которое в данном случае составило 81 миллисекунду. Эталонное фото не обязательно должно быть высокого качества. Главное требование – снимок фаз и без резких теней. Поэтому зону контроля нужно хорошо освещать. Впрочем, эти камеры прекрасно видят и в темноте. Свою систему владимирские ученые тестировали на Казанском вокзале в Москве и в Питерском метро. Результаты их порадовали. На раздумью программу уходило две секунды. У преступника обмануть систему вряд ли получится, даже если наклеить бороду, усы и надеть бейсболку. Бейсболка здесь вряд ли поможет, она не закрывает лицо. Что касается солнечных очков, отчасти это проблема, но солнечные очки можно детектировать. Это, скажем так, объект, который подается стандартному достаточно описанию. И просто исключать данную зону из рассмотрения. Соответственно, для людей, которые находятся в базе, можно хранить рассчитанными два набора признаков. Один с исключенной зоной, допустим, области глаз, другой с неисключенной. И в случае, если человек был в очках, производить сравнение с его эталоном без этой области. А вот по фотороботу преступника система не найдет. Такие ориентировки составляют по зеркальному принципу, а на самом деле лицо человека несимметрично. Впрочем, система может пригодиться и во вполне безобидных целях. Можно осуществлять ненавязчивый контроль доступа, допустим. То есть, если человек был узнан по лицу, то, соответственно, он прошел без использования карточек, всяких сканеров, отпечатков пальцев. Ну, понятно, что это нельзя, конечно, использовать на, допустим, военных объектах каких-то. Можно на базе подобной системы сделать систему контроля рабочего времени. То есть, отслеживать, например, сколько времени человек проводит на рабочем месте, а сколько времени он там проводит на кухне или там, скажем, в курилке, еще где-то. А если заменить детектор лица другим детектором, можно, например, ввести учет автомобилей, которые въезжают на территорию. Или отслеживать перемещение диких животных. Владимирские ученые подчеркивают, их разработка – это не система слежения. И паниковать по поводу того, что от всевидящего ока честному человеку не спрятаться, не скрыться, не стоит. Мы в любом случае живем в мире, где нас постоянно снимают. Любая система. Мы заходим в магазин, там обязательно стоит камера. Мы заходим на любую площадь, там стоит не одна камера. Там стоит их все больше и больше. Мы же не привязываемся, чтобы в базе были все люди. Там находятся только те люди, и записи о них будут сохраняться для распознавания только тех людей, которые признаны опасными. То есть задача у нас не следить за людьми, а выявлять людей, опасных для общества. То есть преступников, в первую очередь. На системе трудилась большая команда из программистов, математиков, инженеров. Свой продукт они создавали больше двух лет. Теперь задача – поставить разработку на коммерческие рельсы.